Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Клауд, и сегодня мы все-таки попытаемся закончить игру Bridge Construction Portal. Наверное, это будет не одно видео, скорее всего, будет пару видео, потому что все-таки осталось 10 уровней, а одни достаточно сложные уже по концу начинаются. Поэтому, скорее всего, в одно видео мы с вами не вложимся. Но, тем не менее, как видите, все остальные уровни я прошел на максималку, то есть прокатывал все машинки, то есть сразу кучу машин прокатывал. И сегодня мы будем проходить уровень, наверное, с 41 по 45, посмотрим, как пойдет. Будем немножко привыкать к управлению, потому что нифига не помню, как это управляется. В общем, наша задача провести количество этих машинок, люди будут садиться на такие тачки и к выходу, ну, такой вот портал так называемый. И самое главное, проехать не одной машинкой, а проехать вот целой кучей машинок, это будет достаточно сложно, но иногда бывает легко, иногда бывает сложно. Плюс тут какие-то всякие фишки добавили, которые я не помню. Давайте посмотрим, что вообще происходит. Тест. Падает кубик при этом всем, да? Вас понял. То есть, друзья, этот кубик нужно каким-то образом затолкать вот сюда, на эту кнопку, чтобы она открыла эту дверь, помимо прочего. Когда машинки поедут сами по себе еще. Что, если мы просто скинем вот на эту штуку? Эта штука, я так понимаю, если я правильно помню, это какие-то пружинки. Она должна отпрыгивать. Давайте посмотрим, что будет. Сейчас здесь закрепим. Здесь тоже как-то крепим. Не знаю, давайте вот так закрепим. Да, совсем не помню, как не играть. Ладно, что страшного. Давайте посмотрим. Так. Что-то не очень. А что, если вот так? Это пружинка, да? Да-да-да-да-да-да. Ага. Все, я теперь понял, как надо сделать. Машинки это одновременно, да, я так понимаю? Да. Машинки, ящики, по сути по всему, поедут как-то по каким-то разным траекториям. Да, реально сложные уровни остались. Это будет интересно. Попробуем ящик здесь скинуть. Правда, я не знаю, за что его зацепить. Может быть, как-то вот так сейчас сделаем зацеп. Тут тоже, по-моему, деньги есть. Здесь нет, по-моему, ограничения бюджета. Можно строить как хотите, но там чем меньше, тем лучше, в любом случае считается. Давайте посмотрим такой вариант. Вообще, куда кубик падает. Да, не совсем идеально. Надо сделать так, чтобы как-то грамот не стукался. Может быть, это вверх поднять вот так вот. Она просто боком стукнется, смотрите. Так, пам. Вот, идеально. Вот, вот, можно так вот с этой штукой запихать сверху. Сюда скатывать? Сюда, да, да, ребята, вот так это делается. Все, я понял. Здесь это делается вот так, 100%. Теперь нужно сделать такой угол, чтобы она грамотно как-то упала вниз. Здесь, при этом, машинки должны одновременно проезжать вниз. И они как-то должны перепрыгивать, что ли, на эту сторону. Это будет весело, ребята, чувствую я. Давайте посмотрим. Вот, по-моему, идеально. Блин, не идеально. Ну, первый блинком, это нормально, ребята. Ну, просто привыкай к управлению, наверное, скорее. Вот, 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 вот. Как тебя заставить прыгать нормально? Слушайте, пускай, может быть, все-таки он будет скатываться. Мы сделаем вот такой вариант. Нам нужен какой-то грамотный угол. Опять стукается. Ах, а это, понимаете, вроде нормально получается. Так, 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 так. Идеально, почти, смотрите. Здесь, пацан, уже каким-то образом закрепить. На халяву, не знаю, как-то. Я же хотел здесь вот дорожку сделать. Во! Но попроверим. Так. И должен, вроде, в итоге заскочить. Давайте посмотрим. Да-да-да, но очень медленно это делает. Машинку, возможно, успеть проехать. Открылась, отлично. Так, верхчик мы сделали. Теперь давайте снизу баламутить. Здесь нам нужно сделать так, чтобы он не мешал. Давайте посмотрим, где он, конечно, здесь падает. Чтобы он не мешал. Вот, где-то вот в этом месте падает. Я вас понял. Максимально идеальные треугольники. Так, теперь здесь не будет никак держаться. Здесь за что держаться? Я уже вижу. Возможно, затерять за верхнюю точку. Давайте посмотрим, что еще происходит. Он вообще там пролетит. Вопрос еще хороший. Пролетает нормально. Наверх пролетит, но там будет медленная скорость. Поэтому мы немножко так сделаем. Пониже. А здесь повыше чуть-чуть. Возможно, поможет. Так, здесь, допустим, машина проезжает. А давайте проверим, прыгнет ли машина. И будет ли выдержать. Хотя бы одну машину. А, вот в чем вся проблема еще. Нам нужно либо, чтобы машина раньше проезжала, либо позже. Давайте сделаем по-другому. Давайте тогда здесь... Сделаем горку. Давайте машинка проверим теперь. Машинка тоже влияет тут на все. В частности, в частности вот на это. Хорошо, нам нужно сделать еще больше загиб. Чтобы машина прям... Вообще, просто медленно затормаживалась. Надо сразу машинкой тестировать. А вы издеваетесь. Как мне ее затормозить? Мне тут со скоростью перепрыгнуть, мне кажется, не хватит. Я так вот заторможу прям жестко. Вот. Отдельно пошло. О, прошли, походу, ребят. Да. Ну, тут вот, не снизу, конечно, нормально сделать. А все будет хорошо. Ну, хотя бы вот эту фазу мы прошли уже. Супер. Одну машину я уже точно проведу. И вот с этой части тоже будет проблематичная достаточно. Не знаю, как это все будет держаться. Большие у меня вопросы к этому. Но этот мост будет херово держаться, мне кажется. Сейчас проверим. Давайте. Тест. Да, мост на грани. Нам нужно как-то сделать так, чтобы он выдержал больше. Возможно, мы его где-то здесь обопрем. А что если вот так, вот так, вот так и вот так? Да, дорого. Ну, может быть, более качественно будет. А, нагрузки меньше стало, кстати. Давайте попробуем, проедет ли одна машинка хотя бы. А там уже будем время сами подстраиваться. Проблема тут, друзья, очень большая падение. Надо как-то усиливать снижу, с этой стороны. Да, одна машинка проезжает без проблем. Пройдено. Отлично. Давайте пробуем колонну. Ну, проблема быть колонной 100% вариант. Потому что эта машинка разрушает очень сильно, и давление будет жесткое. Удивительно, что все держится еще. А вот уже проблемы начались. В кислоте. Ну что, на две машинки проехала, уже хорошо. Что если вот так, и вот так, допустим, здесь ровненький треугольничек сделать. Проверим, сколько ты заменил ситуацию. Здесь прямо красным горит и видно. Здесь, видите, тоже красное. Вот ломается, вот ломается. Да ладно, проезжаем, ребят, походу. Все меньше веревок остается, но мы, по-моему, прошли. Да, я прошел. Вот это поворот. Пройдено. Да, 10 машин, ребят. Вот теперь, честно, нормально прошли. Блин, нажал завершить, вышел главный уровень. Чего за игра играть? Неудобно. На самом деле, там можно пойти дешевле, но... Наша задача в Вич Констакторе не пойти дешевле, а пройти просто уровень с 10 машин. Это достаточно сложно. Кубоавтомат называется. О, тут будет гораздо сложнее. Так, давайте посмотрим, что вообще происходит. Два куба падает, серьезно? А куда она выезжает? Она, по-моему, зацикливается? Понятно. Нам нужно вниз спустить, чтобы она вылетела сюда, проехала сюда и в трубу, да? Здесь нужно вниз запускать, чтобы вырубила этот куб. Здесь нужно... Ну, в принципе, простой уровень, на самом деле. Я думаю, будет сложнее. Здесь мы с вами, наверное, на веревочку сделаем. Не знаю, насколько это будет эффективно. Попробуем вот так сделать. Надо, чтобы это все держалось. Кучу нужных веревок. Вот так. Давайте посмотрим тест-драйв. Пады кубики. Бум-бум-бум-бум. Бум. В этом плане должно быть ези очень, да? Долговатно, на самом деле, как-то все это проезжает, по-вашему счету. А что, если вообще не держать ничем? Что будет? А постукнется, я сразу пойду смотреть. Гораздо удобнее казалось. Все, здесь все хорошо. Теперь сделаем почти то же самое здесь, только здесь немножко по-другому крепятся все. Вроде простейшая хрень, но так, чтобы делать куб, чтобы куб остался. Так мы сделали. И здесь сделали. Открыто. Все. Хорошо, теперь давайте здесь закреплять. Это пока будет одна машина, прикидывайте, сколько там еще будет в будущем машин проезжать. Просто дичь. Так, здесь проезжает, здесь вылетает. Весь эти машинки ловим теперь здесь. Максимально все так вот закрепляем. Благо много точек, с этим проблем нет. Давайте, ты здравишься, посмотрим, что будет. Машина в любом случае теперь в любом случае проезжает. Здесь терминал, пока эти кубики вниз спустятся. Это уже два раза успел проехать. Вот, только сейчас опустилась. Убили чувака одного. Здесь не врезались ровно. Ну, проедет одна машина. Не знаю, засчитает, не засчитает. Засчитала. Давайте колонну. Просто пока ничего не поменяем, посмотрим, чтобы с колонной. Так. Че, кем между другом мешает. Ну, это не важно. Главное, что машины доезжали. Ну, у тебя уже проблемы, честь серьезные. Какая проблема здесь, здесь надо лазить более широкий жест. Делать вот такой. Цепляем еще дополнительно, на всякий случай, сюда. И проверяем. По-моему, все даже мстези. Что ж, бьются. Ну, чуваки, то, что вылетает, неважно, это не считается. Они здесь вот врезаются. Я вас понял. У нас пробка здесь. Проехала я, да? Все равно. Ну, прошли, прошли. Ладно. Кое-как, но прошли великолепно. Как всегда. И у нас 43 уровня, называется, изобилие порталов. Ой, куча. Порталов просто реально очень много. Что вообще происходит? Давайте посмотрим. Кубиков никаких нету. У нас здесь только надо что-то включать. Судя по всему, какие-то кнопки есть, я смотрю. На них надо, что ли, заезжать? Чтобы лазер не убивать. Блин, реально, а как отлучить эту штуку, если нужно приезжать либо в белые, либо в синие? А синий находится вообще вот здесь. Тут главное не запутаться. Так, а заезжаем в портал, выезжаем. И нам нужно попасть в синий портал, чтобы нажать эту кнопку для начала. Да, или не в синий? Ну, в синий. Да, мы в любом случае... Или, подожди, в красный, если выезжаем. В фиолетовый. На фельд, на фельд, на фельд. Ну, только на белый, в синий на синий. Господи, мой мозг. Все правильно делаем. Мы заезжаем сейчас в синий портал. Что, наверное, какие-то прыжки будут между порталами, да? Я подозреваю. Как будто хоть много машин вот такой развал начнется. Просто капец, я подозреваю. Просто будем... Будем все просто в шоке. Так, вот так. В синий заезжаем. Потом с синим здесь надо будет наверх проезжать. Дальше веревками, наверное, здесь будем еще поддерживать в разные стороны, чтобы это было для максимального качества. Давайте проверим, что получается у нас. Чтобы я правильно понимал вообще, где проезжает, где не проезжает. Люди выехали. Падаем сюда. Залетаем сюда. Проезжаем вверх. Нажмем на кнопку. Ребят, мы на кнопку не жмем. Это как-то вот так держишь, по-моему, прыжок такой, да? Здесь пониже спешиться будем делать. Здесь кнопку мы не нажимаем. Здесь кнопка должна быть нажата. Если мы не нажимаем на кнопку, мы не проезжаем. Вот здесь-то не проезжаем, по-моему, да? Да, это с этим связано. Здесь нужно сделать такой прыжок, чтобы он был идеальный. Момент истины. А сейчас не доезжаем. Все угол правильно был. Просто надо угол немножко уменьшить. Вот так. Нажали. Проезжаем. Да. Теперь давайте посмотрим в этот портал, куда нам нужно двигаться. Если мы будем здесь красный заезжать, да, то мы выйдем снизу. Нам снизу нафиг не нужен красный. Нам нужен коричневый портал. Коричневый портал нам даст то, что мы включим вот эту кнопку. И уедем в этот портал. А здесь уже будет отключено в желтый портал. Выезжаем потом в любом случае в желтый. Если я не дальтоник, вот этот желтый. Потом в синий, потом сверху выезжаем и проезжаем. Да, да, да. Идеально сейчас все получится. Даже в этой игре, в принципе, в любой игре при мосты реально работают треугольники. Вот серьезно. Везде. Так, коричневый въезжаем. Теперь здесь вот выпрыгиваем. Вот вопрос, как здесь делать, чтобы она заехала. Вот в чем вся проблема. Боюсь, что надо было через зеленый, наверное, вниз проезжать. А там сверху тоже. Вот так. В принципе, неплохо. Давайте посмотрим. Так, здесь прыгаем. Здесь заезжаем. Ну, как будто много машин будем править. Потому что много машин там явно будут начать проблемы, скорее всего. Здесь проезжаем. Прыгиваем сюда. Прыгаем коричневый. Запрыгиваем наверх. Мощности еле хватает. Проезжаем. И вот здесь выезжаем. Нет, не выезжаем. Это неплохо, только просто мощности не хватает. Надо как-то громаднее сделать. Скажем, вот так. Ладно, в итоге нам проезжает сюда. Нам нужно вот сюда поместить. Делаем здесь мини-прыжок. Видимо, придется. Так, и сюда. Ну, как-то так придется. Хотя можно еще так закрепить. На всякий случай. У тебя, поехали. Блин. Уровень просто адский. Так, проезжаем, проезжаем, пропрыгиваем. Здесь все хорошо. Клавиши нажимаем. Активируется. Здесь портал. Здесь уже скорость теряется прилично. Вот здесь вот такой прыжок. А здесь нам не хватило заезда. Да-да-да-да-да. Да ладно, как оно тут не... Не можешь заехать, ребят, не знаю. Так, давайте это сделаем здесь вот так. А потом вот так. А потом вбок. Чтобы была хоть какая-то прямая, чтобы он туда затолкал эту машину. Мне кажется, немножко просто не так решает вопрос. Может было через другой вариант быть. А может быть здесь два варианта прохождения. Но я, по-моему, выбрал сложный. Я как всегда выбираю самые сложные варианты. Вот, да, проезжаем. Здесь вот не хватает заезда. Так, я вас понял. Минимально сейчас. Поэтому здесь дальше делаем все просто. Давайте такой, чтобы тоже нормально заскочил. А то опять не заскочит. Делаем дороги. Сначала надо как-то их красиво зацепить все. На всякий случай ее и так закрепим. А потом еще давайте закрепим дополнительно. Вот так вот. Денег мы не жалеем. Здесь проезжаем. В итоге здесь вот появляемся. Здесь теперь нужно еще демо мост внизу. Вот так вот по низу. Так здесь проезжаем. Перейдем по верху. Тоже такой вариант. Интересно. Нам будут как-то вниз спрыгивать. Закрепляем помогу. Здесь можно даже так сделать. Здесь прыгаем вниз. Закрепляем это все вот так. Во. И оперный театр, ребята. Просто дичь. Просто, ребят, дичь. Так. Ну посмотрим, правильно ли я сделал с первого раза все или неправильно. Здесь все прожимается, нажимается. Заезжаем в портал. Выезжаем сейчас наверх. Должен перепрыгнуть, успеть. Да, портал заряжаем в нижний. Здесь тоже должно быть все хорошо. Уже опыт есть. Выезжаем сверху. Здесь все держится. Но одну машину мы проверили, ребят. А, ну стаби. Ну, я реально пошел по сложному. По-моему, здесь другой есть вариант. Я потому что не все использовал. Давайте колонну запустим. Это будет дичь полная. Здесь все начнет все ломаться. Уже видите, проблема. Да, но это не проблема на самом деле. Просто была проверка. Так, здесь поставим тоже вот такую штуку. Проверяем первый клон здесь, чтобы нормально проезжало. Там уж дальше посмотрим, где будут проблемы. Здесь все хорошо вроде. Так. Дичь, ребят, дичь. Да, здесь мой слабый, но понятно, почему он слабый. Сейчас будем придумать, как его укрепить. Почему надо как-то очень жестко укреплять его. Значит, будут проблемы. Фу, давайте подумаем. Давайте все-таки тянуть вверх конструкцию. Так будет все-таки лучше крепление, когда мы затянем. Вот таким образом. Правильно ли я делал неправильно, давайте проверять. Но я хочу колонну. Вот наша проблема главная. Держится, 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 держится. Проезжает. Я уже запутал, где я смотрю. Там уже куча машин. Тут уже чуть-чуть. Большое количество проезжает. Где мы? Одна первая машина проехала, без проблем. Вторая проезжает. Здесь уже пробка. Здесь пробка, смотрите. Тормоза в игре пошли. Физика не выдерживает. Ясно, короче. Надо просто отправить. Большая нагрузка. Много машин проезжает сразу. И все, мы палимся, как говорится. Давайте здесь тоже закрепим на всякий случай. Вот так. Вот здесь проблема, да? Здесь пробка становится. Падает как-то не так. Здесь скорость какая-то. Не хватает скорости. А что, если вот так сделать? Может, эта проблема решится? Да, видите, здесь все дрожит очень жестко. Снизу я могу закрепить? Не могу. Блин, как закрепить здесь по-нормальному? Давайте сюда еще веревочку натянем. Я не знаю еще, как еще придумать. Так, вот эта машина пошла. Медленно заезжает. И падает прямо. Проехал. Вторая, как проезжает. Падает. Нормально. А вот, третья зависла. Не подталкивает. Покажем, если мы сделаем вот так. Вот, нормальную встречу машин. Здесь переделаем. На вот так. Может, это ищет вопрос после нормального заезда. Вот и все. Так. Давайте тормозу. Нереально что-то игра тормозит. Вот наша первая машинка. Вот она идет. Смотрите, заезжаем. Вот идеально пошла здесь. Все. Проблемы пробки. Попки здесь не быть не должно. Так. Тяжет. А не, пробка есть. Пробка есть. Но нормально. Проезжаем. Я не знаю, где мы проезжаем. 16 машин. Покидайте здесь. Проезжает. По-моему, ничего не ломается. По-моему, все хорошо. А вот пробка все-таки есть. Небольшая, да? Все подталкивает. И после машины может не заехать, ребята. Вот это место все. Это место сам проблемный. Я провел 14 машин, по-моему. Да, получается. Да, идеально почти прошел. Господи, блин. Ребята, мы сейчас просто переделаем тоже. Это же пущается прыжок. Поэтому нужно делать вот так, чтобы... А потом вот так. Пошла первая машина. Проверяем, когда проехали. Мне очень хорошо. Мне нравится это место. Вот пошли пробки. Вот, вот пробка мешает, видите? Так. Я думаю, проблема в том, что надо вот так делать. Во-вторых, нам нужна новая система крепления. Здесь вот потому, что машина явно не выдерживает. Видно уже. Так, что еще? В принципе, нормально. Проверяем. Вот там место западлянское. Вот, смотрите, хорошо проехал. Без задержек. Да, прыгивает. Да, прыгивает. Пробок почти нету. Идеально. Вот они уже внизу пошли, видите? По нижней части. Да, ребята. Офигеть. Вот это уровень. Бомбически просто. А я справился. По-моему, я справился именно по сложному варианту. Да, вся машина здесь проехала до конца. Офигеть. Вот такие ребятишки. Офигенный уровень. Великолепно, друзья. Прошли. 66% доставки. Достижение. К уровню 44, как он называется. Художник-кубист. Не нравится мне уже название. Не забывайте. День переведи дочку на работу. Это идеальное возможности для нее принять участие в слалами на тестовых машинах. А чтобы они здесь поубивались. Эти дочки. Давайте смотрите, что происходит. Я просто не знаю пока. Кубики, да, есть? Два кубика. Кубика раз. Кубик два. Здесь что такое? Кнопка, что ли? Давайте посмотрим, что-то не могу понять. Это кнопка или что-то такое? А-а-а. Мы отпрыгиваем, я вас понял. Так, первые машинки явно должны как-то пролетать. Давайте посмотрим с машинкой, что происходит. Здесь будет трамплин, да? Он врезает и умирает? Нет, не умирает. Ну, явно нужно вот так. Кубик вниз. Он бьется. Он улетает наверх. А и вылетает сюда. И зачем он вылетает сюда? Чтобы сюда упасть, что ли, получается? Да. Чтобы, видите, эта система отражения стоит. Давайте сначала всегда все порядку делать. А вот сейчас с одним кубиком. Уровень будет реально сложный, я уже вижу. Но это круто. Проверяем нижний кубик. Так, проблематично. Давайте пониже. Он резко вверх пойдет или не надо какой-то угол ему делать, интересно? Нет, угол. Угол делать ему не надо, отлично. Дальше мы здесь вот с вами делаем такую штуку. Но здесь проблема в том, что они могут строить. Да, вот эти штуки не позволяют нам строить. Но я могу закрепить эту штуку вот так. Давайте посмотрим. Надо угол правильно угадать. Выстреливаем кубиком. Кубик летит правильно. Сусти, прям идеальный угол угадал, по-моему, да? Да, открывает. Открывает нижний, да? Так, с одним кубиком мы разрулили. Нам нужно просто им выстрелить кубиком, судя по всему. Давайте попробуем какой-то угол сделать, допустим. Чтобы он ударился чуть-чуть по-другому, что ли. Как-то вот так, допустим, ударился. Вот что-то типа такого. Ну, он сейчас, наверное, улетит, наверное. Умирает. Но мне нужен, чтобы еще угол был от стрела, нормально. Вот он. Вот. Не хватает мощности от стрел, да? Но вы поняли, что я хотел сделать, я надеюсь. Блин, ну реально, мне кажется, проще будет скатить вот вниз. Вот честно. Короче, я все это убираю. Будем скатывать кубик просто снизу вверх. Просто мы сделаем так, чтобы машине не мешало. Возможно, я неправильно как-то это делаю. Бывает, надо низко вариантов пройти этот уровень. Вообще нет, это вообще любой уровень. Поэтому, возможно, вначале я делал что-то неправильно. Но вы надеетесь, что все-таки логика будет присутствовать в моем этом понимании. Потому что, в принципе, в теории должно быть все получиться. Где он сломается? Вниз упирается. Здесь пошел он слом, да? Как мне этого держать? Ну, никак не удержишь здесь. Потому что вариант с прострелом в эту сторону, он очень сложный. Он... Потому что вариант с прострелом в эту сторону, как видите, не долетает. Я не знаю, как там нужно прострелить. Может быть, что-то я как-то себя не так делаю. Такое тоже возможно. Как миссировать нагрузки вот с этих двух точек? Как, ребята? Как? Ладно, давайте экономить, короче, на количестве железа. Ну, вот меньше железа. Давайте посмотрим, что поменялось. Уже лучше, да? Лучше, лучше, лучше выдерживать меньше. Опа, опа. Получилось, получилось. Поставил какую-нибудь штуку. Ну, просел немножко. Да, да, получилось. Поставил вот такую опору и сработало. Ребят, сработало. Хотя это что, конечно, поломалось. Но опора, она как-то немножко помогла. Может, еще какую-то опору придумать, допустим. Даже не знаю, как еще тут придумать опору. Проблема теперь в том, что машина, может быть, не опускается, не долететь. Сейчас посмотрим. Может быть, стукнется машина? Да. Нужно здесь угол угадать, чтобы машина встала идеально. Нормально. О, о. Добили, добили, добили. Так, она... Да, она здесь вот появляется, здесь все нормально. Кстати, а тут что было за машина? Вы это видели, какая-то машина была? А, сразу пошла вторая машина? А, вторая дополнительно сюда едет? А-а-а, господи, это одновременно две машины катаются. Вы это видели? Одна машина выкатывается с этой стороны. Первый мы ловим здесь вот. Так, ну уровень, походу, будет пройден все-таки. Но реально было сложно. Посмотрите, эта штука вот на грани держится на соплях. Эта штука вот держится на соплях, потому что вот эта штука сразу сломается. Собо углы не помогают. Здесь, видите, какие-то веревки стоят, потому что я экономил максимально. Я так понимаю, судя по всем будет ехать одна машина вверх, одна машина вниз будет ехать. Вот такой уровень здесь получается. Так, одна машина будет вверх, пролетает вторая машина, с разгона идет. Давайте вот так сделаем ее, почему бы и нет. Сколько у нас здесь будет машина, поэтому мы делаем вот... А, здесь у нас, понимаете, что мешает? Упта-то, мешает. Так, он пролетает. Давайте посмотрим, как он пролетает, вот эта машина. Эта машина должна точно заехать. Теория, я посмотрю. Скатывается, пролетает нормально. Вот, врезается, я уже вижу проблему. Эта машина проезжает. Да. Все, наконец-то, не повезло. Все, вроде бы нормально, так. Это, что, мы тоже убираем? Здесь нужен просто угол какой-то. Такое, здесь под ускорением. Да, они будут здесь по очереди, когда, смотрите, нажимает. Нашина нажимает, меняется реверс машин, видите? А две машины, вот она пролетает. Здесь вот мы ее ловим, все, понятно, easy. Как easy, здесь тоже будет проблематичная. На самом деле, так, где-то мы здесь вот ее ловим. Вот так, держится. Идеально, держится мост. Прекрасно, она здесь вот проезжает. Сюда. И сюда, дальше. Дальше нам не нужно. Там будет трамплин. Укрепимся. Давайте здесь вот тоже укрепимся, на всякий случай. В итоге, кажется, машину потом надо больше 6 провести. Проверяем, следим за всем. Так, красная проезжает. Здесь машина уже, да, проходит красная, держает снизу, проезжает, бьется во что-нибудь. Не хватает. Прошли. Как, запускаем колонну, здесь проблемно, видите, в какой-либо уровень. Пришлось и так спускать, потому что здесь какой-то хитрый способ, может быть, как-то так откинуться. Но у меня не получилось, скажем, откинуть кубик идеально. Так, по-моему, все проезжают, если я правильно понял. Да, все, ребят, проезжают. Прошли. Фух. Пойдем далее. Ну, давайте напоследок 45 уровень пройдем. А остальные 5 уровень оставим уже в следующем видео, если вам понравится. Это, конечно же. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал, потому что мостов у нас всегда много. Как говорится, град и шариков. Хо-хо-хо-хо. Что за уровень? Запускаем. Они машину взрывают. То есть они должны как-то проехать сквозь шарики. Ну, в принципе, достаточно будет просто. Надо будет после шарики отражать, все будет хорошо. А, ребят, смотрите, вот эти шары мне, получается, вообще не нужны. Позад них нужно избегать. А вот тут нужно активировать кнопку этих шариков, которые выпустят. Два шарика должны попасть сюда и сюда. Понимаете, все, есть вся проблема. Ладно, давай сначала снизу начнем, потому что... Потому что это дичь, ребят, да. Да, нужно будет прыжок делать, поэтому где-то вот так. Запускаем потом, будем подстраивать. Машинки там подобные, хотя бы одна машинка проехать для начала. Здесь тоже крепим, на всякий случай. Давайте проверять, короче, смотрите, что будет. Там будет подстраиваться просто. А, она наскоростная, ребят, я вас понял. Я не заметил, что тут есть разгон, поэтому это нафиг тогда не нужно. Сейчас просто примеримся сначала, как машинка первая. Вот здесь будет, наверное, это и ловить. Да, нормально. Теперь это мы с вами убираем. Ловим примерно вот в этом месте, запускаем ее тоже как-то вот так. Ну, тут уже небольшая штука, чтобы ловить ее. Давайте проверим. Машинка проезжает. Нормально. Нажимает и запускает нижние шары, да? Вот, ну, да. Но наша машина пойдет поверху. Но нам нужно сделать так, чтобы она тоже здесь прыгала. Потому что нам нужно резко с шарой провести идеально. Почему надо провести? Вот так. Только надо здесь тоже, чтобы все это дело держалось. Держится сверху. На грани, да? Так. Так. Нажимаем. Стреляет шарики. Сейчас надо будет вырвать шарики. Так. Здесь, значит, надо такой угол примерно. Так. Стреляет. Не идеально. Не пошел. Просто если эти шарики не запущу, они не откроются, машина просто сломается. Если не взорвется. Здесь тоже надо будет небольшой угол делать. Сразу. Почти, почти, ребят. Почти прошел. Так. Ну, это должно быть идеальный угол. Да. Зарвался, естественно, по этой причине. Так. Хорошо. Здесь идеальный угол. Если только нужно поправить будет как-то вот эти штуки. Я не знаю. Я бы, знаете, что еще сделал? Такую штуку, чтобы как-то... Влияет, не влияет? Да. Реально стало все ломаться. А если убрать? Блин, эти штуки на грани. Давайте все-таки вот так сделаем. Блин, много веса получается. Лишнего. Давайте вот так. Поддержку сделаем. Вот такой угол. Так. Лети сюда. Бам. Да. Должен быть хорошо. По-моему, проезжаем даже с этого раза. Здесь будет много машин ехать. Здесь надо будет что-то делать. Какие-то защиты. Так. Здесь, ну, правее уверенно. Здесь тоже... Задело, да? Просто задело, ребята. Надо вот так сделать. А здесь длиннее. Так. Проверяем. Вот должен быть идеальный вариант. Заезжает, заезжает. Все. Пройден. Ес. Ну, осталось, ребята, колонну запустить. Сейчас будет проблема. У нас колонны, скорее всего. Потому что в этой части. Первая машина надо проедет в любом случае. А остальные будут взрываться, возможно. Не задеваем. А, все. Была проблема. Видели? Нам здесь нужно просто как-то защищаться от этих шаров. Надо же так запускать таким образом, чтобы они не мешали. А я не могу, видите, защищаться. Потому что здесь у нас проблемы. Подождите. А как они вообще проходят здесь? Просто ровно. Как у них отражение? Просто прямо, да? Идут. Шары взрываются и меняют свой такт. Поставить здесь никакую область не могу. Ну, допустим. Эти шары я могу заблокировать. Левой, правой, да? Это несложно. Врезаемся-то мы в нижний шар. А, подождите. Нижний шар я могу заблокировать. Почему? Все. Нижний шар мы заблокировали здесь. А может? Вот он снизу будет болтаться. Косовка плохая. Плохо держится немножко. Да, мы ниже заблокировали. Смотрите, он не мешает теперь. Прошли. Ааа! Тут опасно было, нет? Да! Мы прошли. У-ху! Блин, какая же классная игра. Я так, господи, соскучился. Такая классная игра просто. Офигенная. Великолепно, друзья. Ну что, друзья, на этом мы с вами закончим. Надеюсь, вам понравилось. У нас еще осталось последние 5 уровней. Дальше там и жукастомные уровни. Вообще, мне хочется понять, вам это интересно? Если да, то поставьте лайки, смотрите игру. Я посмотрю по статистике. С вами был Клауд. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.